всем привет 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 и добро пожаловать на мой канал совсем недавно буквально там день или два назад на моих каналах вышло видео о бесплатной медицине естественно очень много комментариев очень много историй разных разного опыта подписчики делились теми случаями которые с ним случились с ними случились с их родственниками знакомыми очень много было кирм комментариев люди высказывали свое мнение и свои случаи рассказывали ну как я уже сказала всем огромная благодарность за то что вот откликнулись на мою просьбу рассказать о том как им удалось там или не удалось по квоте лечиться или не лечиться ну вот эти вот истории рассказать было несколько комментариев где и здесь и на ю тубе и на дзене несколько комментариев от женщин которые писали что ну вот вы ничего не знаете вы живете в турции и вы с медициной в россии не сталкивались иначе почему вы не рассказываете свой опыт ой ну на самом деле опыт у меня ну крайне маленький я не знаю радоваться этому ли огорчаться я мальчики ну-ка тихо я только два раза была на больничном за всю свою жизнь два раза один раз я так устала на работе что почувствовала себя не очень хорошо комфортно пошла к врачу местному ну к участковому врачу она меня послушала посмотрелась говорит что я говорю я устала она кто давайте там больничный и дала мне больничный по мне на 10 до и я их вот провела дома ну правда мне там назначили какие-то мне там кашель тогда было это было давно лет десять назад какие-то там на прогревание ходила еще что-то такое в общем такое что-то для поддержания здоровья а второй раз я была на больничном тогда когда я попала в аварию и вот это вот самый как раз самый тот опыт с которым я столкнулась с больницей из бесплатным лечением не бесплатным лечением и так далее случилось это в декабре 2015 года мы ехали с коллегами на работу за рулем был коллега я впереди на пассажирском сиденье и сзади меня тоже была моя коллега работали вместе бухгалтерии ехали мы в крайнем правом ряду и со встречной полосы прям к нам блок блок прилетел автомобиль этот автомобиль их почему я раньше не рассказывала про это потому что ну не хочется про это вспоминать пройти все эти ужасы вот и ну прошло уже много времени почти шесть лет пять с половиной ну и наверное уже пора это озвучить и этот автомобиль который нас влетел он тоже улетел в кувет наша машина под восстановлению не подлежит все у всех переломы сложные я была в сознании я позвонила сыну своему младшему он тут же примечался участники аварии те кто увидел что произошло тут же вызвали скорую вызвали гаи в общем меня доставало мчс машину разрезали меня оттуда доставали и когда оценивали состояние у кого какие травмы то моих двух коллег повезли в москву а меня повезли в нашу местную больницу которая вот прям возле меня возле моего дома и повезли туда только потому что побоялись что до москвы меня просто не довезут меня везли мчс они называются медицина катастроф вот медицина катастроф меня везли на синей машине с красной полосой я была сознание все помню и помню каждую выборку на дороге и потому что я это ее почувствовала все эти наши дороги хорошие почувствовал на своем собственном организме значит привезли меня до больницы тут же на операционный стол вот в этот момент я уже сознание теряла естественно там обезболивающие все такое короче не буду уж тут вам все подробности рассказывать но в итоге внутреннее кровоизлияние животе короче лопнула селезенка ее потом удалили раза разрывы печенки зашивали и пневмоторакс гемоторакс ну в общем со всеми вытекающими последствиями вот и перелом ноги правой нескольких местах в бедре и там голеностопе в коме я пробыла 6 дней и потом меня спустили в палату я безумно благодарна за подделение реанимации сергеевичу за то что он меня вытащил с того света он меня буквально вытащил с того света потому что ну очень тяжелые были травмы очень тяжелые ну наверно мне очень хотелось жить я только только совсем недавно родился внучок демирчик и демирчик собственно меня вытащил демирчик это не вытащили меня с того света потому что таня в этот момент находилась в турции когда ей мои дети сыновья позвонили сказали что со мной она ну что вот я в коме нет уехать не надо ну вот не надо она примчалась же на следующий день прилетела с маленьким демирчиком и каждый день приходили ко мне но естественные сыновья тоже и таня и вот приносили не разрешали она тайком приносила мне ну когда я уже была в сознании приносила мне демирчика вот ну естественно и старший внук приходи ну влад ну вот тут такая кроха он такой был миленький такой хорошенький так вот про медицину когда мне спустили время причем я уже чувствовала себя неплохо но врач отделение реанимации говорит мне лен полежи здесь ну играть тебя в принципе уже мутану ты нормально ты сама дышишь там все все в порядке тебя уже можно один спускать в отделение в хирургическое вот но я не хочу этого делать ягра что такое я говорю там хоть ну ко мне могут приходить мои дети заходить на хотя их пускали в реанимацию несколько раз вот я бы там они хотя бы могут приходить меня проведывать он говорит здесь лучше здесь в реанимации лучше я тогда не поняла чем лучше лучше вот в палате лежать тебе будут приходить ну я потом поняла когда меня вечером спустили в палату хирургии в палата рассчитана на не знаю насколько человек она рассчитана на платье было 8 человек до 8 или 66 вру 6 человек меня положили на к на кровать возле двери причем когда меня положили мне мне показалось что я опустилась прямо до самого пола то есть кровати настолько знать вот эти вот панцирная сетка такая вот крупно крупно щелевая такая вот естественно там она уже вся про растянутая и я прям туда до пола провалилась но это сейчас смешно а тогда мы мало того что меня переложили на эту сетку у меня же нога на вытяжке лежит висит там специальные вот эти вот грузилы какие-то там в подвешенном состоянии она не повернуться ничего здесь значит все разрезано тут это ночью это это была ночь ада просто ночь ада и когда на утро пришли дети уже в палату говорят что я говорю я не могу здесь я говорю надо что придумывать но они пошли к за поделению хирургия ну вот нельзя ли какую кровать более подходящую нет нельзя но вы можете платную палату вот для вашей мамы платную палату вам будет хотам и там будет хорошо они говорят ну а чем там хорошо ну там кровати такие же но там есть телевизор и там есть микроволновка и там есть холодильник вот представляете я я не встаю 6 дней в коме а мне вот край как необходимо телевизор посмотреть и микроволновкой воспользоваться и полежать на такой же кровати только в отдельном там этом причем отдельно отдельная палата там на одного человека на рассчитана вот это вот коммерческая которая там душ есть там как есть душ отлично я не встаю зачем мне душ но дело в том что там две двери и они всегда закрыты и дозваться медсестру невозможно а вот эти вот кнопочки которые вызывают врача это медсестру они просто по умолчанию не работают правда потом в общем естественно за определенные деньги за определенное вознаграждение нашлась палата на двоих с хорошей кроватью которую я не знаю откуда нее прикатили но они и прикатили все за деньги вот это вот уже нормальная кровать которая поднимается опускается там вверх вниз спинку и все такое поскольку я же лежу я не могу не пошевелиться ничего мне нельзя потому что нога и нам на вытяжке боялись что легкие пострадают она на бок я повернуться не могу ночью там вход шли и шарики и амбрабена и все и в общем там и как руками я чтобы легкие не застаивались и ждали всю операцию на ноге потому что вытяжка вытяжкой но надо было ставить туда пластинку и вот тут вот начинается бесплатная медицина и да конечно ну кровать тоже бесплатно мне дали нормально который можно лежать больному человеку хотя были уже дети уже хотели там покупать какой-то матрас еще что-то такое потому что начались уже пролежни ну в общем операцию ждали ждали операцию что с операцией хирург который вот меня вел зав отделением он говорит что нужно оперировать естественно пути быстрее тем лучше вставить эту пластину иначе на газ растется неправильно и нужно будет ее потом ломать ну хорошо давайте будем оперироваться ну в отделении нет таких пластин которые мне необходимо туда вставить какая-то она там своеобразная да мы ее можем заказать и ну придет она там через месяц а через два ну как когда-то короче когда-то эта пластинка придет какой выход что делать но вы можете ее приобрести вот там где-то самостоятельно ну не где-то самостоятельно а вот вам адрес понимаете да вот вам адрес вот туда поедете и там вот они есть а я туда позвоню и вам ее вот найдут стоила эта пластинка по тем временам пятьдесят четыре тысячи рублей и шурупы к ней там какие-то пятьдесят четыре тысячи рублей естественно мой старший сын сказала что нефиг тут на здоровье экономить он поехал и купил эту пластинку и привез после этого мне меня прооперировали поставили эту пластинку мне в ногу и числа 30 декабря меня выписали из больницы естественная вставать я них одни могла с трудом с кровати вот на кресло меня пересадили на каталку кресло каталку и потом местная машина меня там довезла до до дома уже приехал тогда ур и очень бедные мои дети ели 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 меня на четвертый этаж втащили на руку на руках практически на стуле ними поднимали потому что лифта нет встретили мы новый год но у меня начала нога была загипсована у меня начала болеть нога нестерпимо начала болеть нога я ночами просто просто рыдала у моего мужа царство ему небесное подруга юности она старше его намного лет на 15 наверно она медсестра в первой городской больнице и она она пришла я позвали ее мы не знаем что делать выходные понимаете никого нет 5 января гуляет гуляют все десять дней она пришла посмотрел нам нога загипсована и мы уж им там пропилили этот гипс взглянули на ногу она горит немедленно тебя надо госпитализировать тебя горит какие-нибудь лекарства назначали игры нет ночью короче говоря на меня на машину опять значит несли с этой четвертого этажа загрузили меня полулёжа в больницу машину привезли меня в первую градскую узи вен и так далее так далее короче говоря тромбоз тромбоз лимфостаз потому что нужно было когда я в больнице лежала мне гепарин кололи а когда меня выписали никто не сказал что мне нужно там либо гепарин колоть либо что-то пить ну в общем 10 дней лечения в первой градской по знакомству естественно потому что ну естественно она догад эта знакомая договорилась чтоб меня там приняли в отделении потому что не принимают никого без направления январь каникулы праздники в общем это ужас вот вам платная не платная правда мы там не заплатили ни копейки вот клянусь если если здесь в нашей районной больнице давали деньги всем и медсестрам и нянечкам чтобы ходили там за мной ухаживали помогали естественно врачу за операцию заплатили потому что он однозначно сказал озвучил сумму сколько надо вот ну когда хочешь жить и встать на ноги и когда ты хочешь чтоб твоя мама жила и ходила то наверно не пожалеешь никаких денег но еще в первой градской и меня поставили на ноги не поставили на ноги подлечили мне мою ногу сняли этот гипс дурацкий посмотрели все снимки сделали рентген и что не сказали по поводу операции сказали что никто в жизни так операции уже сто лет не делает как не ну там эту пластину поставили я ничего не понимаю вот говорю там со слов этого врача какой-то профессор медженщина профессор смотрела вот много переделывать никто уже не будет поэтому вот как есть так и есть вот такой у меня был опыт стационара это первый опыт моего стационара был ровно через год эту пластинку надо было вытаскивать и я опять поехал кто ставил причем я думала может ее там в пироговке снять ну там однозначно сказали пусть снимая тот кто ставил потому что мы горит не представляем как он и туда воткнул и нам мы снять ее не сможем но опять я попадаю в эту же больницу опять тому же врачу все тоже самая история та же палата те же кровати те же деньги ну в общем все то же самое пластинку мне вытащили остался там один шурупчик который не смогли достать шурупчик я теперь когда хожу позваниваю иногда ну не на нем не все аппараты срабатывают вот так могу позвенеть причем я это самое думала что и шурупчики там титановые нет блок пластина титановая вот это вот какой-то мел металл в общем не знаю не смогли вытащить потому что тот шурупчик в рост в кость теперь значит по про то как лежишь в больнице прокормление вот когда второй раз когда после реанимации после аварии мне было не до еды и мне естественно там еду какую-то таскали дети что-то там готовили ну какая была еда в самой больнице я честно говоря внимание не обращал то что мне было ну явно не до этого а когда меня положили уже вот на то чтобы снимать эту пластину то я уже обратила внимание на то как кормят и кормили конечно отвратительно просто отвратительно есть это было невозможно и когда я опубликовала фотографии каши чтобы вы понимали значит кухни в своей в больнице нет еду возят за 20 километров из города на рафа минска 20 километров я не знаю как сейчас я расскажу как это было в 2015 2016 году возят из на рафа минска потому что какой-то предприниматель выиграл тендер по кормежки вот нашей больнички вот 20 километров зима оттуда везут сюда ну представляете да что если на это это не покрылась корка льда то она по умолчанию холодная здесь начнется все почему кухня своя была больница нас была хорошая больница она была областной больницей потом была оптимизация здравоохранения кухню убрали нас отдали в район которым денег нифига нету и поэтому значит вот тендеры не тендеры вот это вся эта история как тендеры выигрываются очень хорошо знаю вот мало того что она была холодная на не всегда была съедобная но когда на завтрак привезли пшенку я сначала даже не поняла что это потому что на дне лежала крупа а сверху была вода она была сырая она она просто была сырая каши я я ладно мне вот мне во первых ком до дому пять минут эти естественно мне там еду носили но там были такие женщины которые которым приезжали раз в неделю потому что и там два раза в неделю выходные потому что их родственники все жили в москве и пока не там с работы доедут сюда уже здесь ничего не принимать потому что уже все закрыто вечер поздний ночью понимаете и они вынуждены были питаться вот тем что здесь привозят ну понятно дело что мы там делились всем что у нас там есть в палате ну в любом случае я считаю что кормить должны ну я не говорю что мне там нужно там отбивные какие-то и там что-то такое невероятное ну просто кашу то можно было сварить крупу крупу можно сварить или нельзя в общем я так разозлилась на эту пшенку я сфотографировала всю эту историю и выложила у них там есть страничка страничка вконтакте или было не знаю ну и выложил на этой страничке эту фотографию с и с текстом о том что но это уже все просто предел совести нет и так далее вот вы знаете столько врачей к обеду который ко мне пришли я не никогда вокруг себя не сам не собирала никогда пришел главврач больницы пришла старшая медсестра пришел зав отделением пришла старшая медсестра отделения пришла пришел этот вот с реанимации глав главврач и анестезиологи пришла какая-то диет сестра оказывается в больницах есть диет сестра которая вот собственно эту еду и проверять и должна и вот значит там давать команду можно этим кормить или очень этом собрала этой крохотные палатки человек наверно 10 в том числе и вот этот вот предприниматель который за эту еду собственно и отвечает они мне начали рассказывать что вот вы понимаете тендер там то все я буду меня еще не рассказывайте про этот тендер я лучше про и лучше вас про эти тендеры знаю вы его вы знаете сколько я раз участвовала в этих тендерах но я говорю почему я бы что мне этот тендер я говорю почему каша несваренную ну вот бог с ним стендером кажет а почему сырая и мне начинают объяснять понимаете что у них случилось там несчастье какое-то и отключили электричество нормально нет у них отключили электричество поэтому кашу нам привезли сырую ну не везли тогда уж совсем зачем как я я не могу сырую крупу жевать ночью это был какой-то кошмар правда я там еще на на дней 10 или неделю вы лежала вот пока меня там обрабатывали швы и все такое потом меня выписали еда была исключительно хорошая исключительно вкусная и вы знаете потом ну естественно ведь весь медперсонал со мной потом здоровался и все такое и когда я их на улице там встречала медсестер там или нянечек они игры ты к нам не собираешься я гурне то что опять плохо кормят вот такая была смешная история но это сейчас мне уже конечно смешно тогда это было не до смеха и мне я не хочу я не хочу никому пожелать никакого опыта не хорошего не неплохого посещения врачей и посещение там стационаров и оказание какой-то медицинской помощи давайте будем здоровы давайте не будем болеть давайте давайте я хочу пожелать вам этого чтобы не было у нас чтобы мы не делились с вами опытом хорошего или плохого вообще чтоб этого не было чтоб все были здоровы и счастливы чтобы ни с кем не не случались аварии чтобы ни у кого там не получались инфаркты инсульты я понимаю что это невозможно но так хочется чтобы это выловить правда вот на этой позитивной ночи хочу зак закончить свое видео всем пожелать здоровья увидимся в следующем видео и всем пока пока